Бисмиллах, الحمد لله, السلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومنو على المباد Следующий хадис, كتاب السلام, باب السلام الكسوف, то есть книги о намазе и в главе о намазе затмения Говорит хадис под номером 144 Приходит от оба مسعود عقبط ابن عمر الانساري о том, что قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Посланник الله صلى الله عليه وسلم сказал Поясняй солнце и луна являются двумя знамениями из знамений Всевышнего Аллаха Этими знамениями Всевышний напугает или предостерегает своих рабов И эти два знамения, то есть как солнце, так и луна Если происходит их затмение, то их затмение не происходит из-за рождения кого-либо из людей Или из-за смерти кого-либо из людей И если вы увидели из этих знамений что-либо, фасаллю, тогда совершите намаз Это приказ или не приказ? Фасаллю пришел в форме приказа А также взывайте ко Всевышнему Аллах Пока не уйдет от вас то, что пришло Имеется ввиду, пока не завершится это затмение Этот хадис приходит у Бухарии и мусульма Говорит Алмаан Али Джмали Какой вообще смысл этого хадиса? Говорит, пророк, этим своим хадисом Разъяснил то, что солнце и луна являются одними из знамений Всевышнего Аллаха Которые указывают на его мощь и мудрость А также то, что изменение их порядка То есть порядка движения солнца и луны Является природным явлением То есть Всевышний Аллах установил ему свои причины Своё время и тому подобное И затмение солнца и луны Не происходит из-за Хаятель узама, имеется ввиду Из-за рождения кого-то из великих людей Или из-за смерти кого-либо из великих людей Как подобное убеждение имели люди в Джагилии То есть люди в Джагилии Какое убеждение имели? Если происходит затмение солнца и луны Говорит, значит родился сегодня кто-то великий Или умер кто-то великий Говорит Но Всевышний Аллах преследует этим Какую цель? Преследует этим цель запугивания рабов То есть напоминание им о том, чтобы они вышли из своей беспечности Для того, чтобы они обновили своё покаяние перед Всевышним Чтобы вернулись к нему со своим покаянием Поэтому пророк Направил людей к тому, чтобы они обратились в страхе Куда к намазу и к мольбе И совершали этот намаз И молили Всевышнего Аллаха до тех пор Пока не уйдёт данное явление То есть не уйдёт затмение солнца или луны И анджели, то есть пока солнце или луна не станут явными, видными И Всевышнему Аллаху в его владениях, в его бытие, в его вселенной принадлежат различные секреты, а также управление Майо Хазумин Аль-Хадис говорит, какие полезные моменты берутся из этого хадиса Первый момент Говорит узаконенность в совершении намаза, а также мольбы ко Всевышнему Аллаху Почему? При затмении и при затмении солнца или луны Руджу Аль-Хадис как возвращение ко Всевышнему Аллаху, то есть с покаянием Второе В этом хадисе указание на то, что завершение намаза, затмение должно приходиться на что? На завершение самого затмения Если же намаз завершится до того, как завершило затмение, то есть из намаза люди вышли, посмотрели, затмение все еще продолжается Тогда что необходимо делать? Тогда необходимо делать дуа Всевышнему Аллаху и смиряться, унижаться перед ним Пока не уйдет данное явление Говорит И не пришло никакого довода на то, что при этом намаз затмения нужно совершать заново Значит, что касается этого момента, можете подписать у себя некоторые из полезных моментов Начало намаза затмения, его начало когда? Тогда, когда начинается само затмение То есть без начала затмения, только лишь по предположению, намаз затмения совершать неузаконено Но он начинается тогда, когда люди увидят, что это затмение началось Затем объявляют о коллективном намазе Затем собираются в мечети Или кто-то может совершить его дома Об этом речь дальше придет В общем говоря, затем начинают совершать этот намаз Окончание времени затмения Намаза затмения солнца когда? Тогда, когда заканчивается само затмение Вот это ясно или нет? Так, теперь могут быть некоторые из моментов То есть, если произошло такое, что затмение уже завершилось, а люди все еще в намазе Почему? Потому что не знают, затмение закончилось или нет В этом что-то страшное есть или нет? В этом ничего страшного нет Как закончат, выйдут с намаза и прекратят свое поклонение В этом ничего страшного нет Во-вторых, если получилось так, что люди заметили затмение солнца или луны И затем, пока собрались, затмение уже закончилось Совершается ли намаз затмения или нет в этом случае? В этом случае намаз затмения не совершается Потому что его время, как мы сказали, начинается с началом затмения И заканчивается с концом затмения Отсюда берется, что если затмение уже упущено То намаз затмения солнца или луны не совершается совсем И то, что указал на это шех Абдуллад Бассан то, что если люди завершили намаз затмения до того, как само затмение завершилось, то не нужно начинать совершать намаз затмения заново, во второй раз. Это является неузаконенным. Вот эти моменты ясны или нет? Это то, что касается, в общем, времени намаза затмения. Далее. Говорит Зайр Аль-Хадис, Анну Мюсалюн, Валиусадафа Охтанаги, Вауссахи. Говорит, внешне этот хадис выглядит так, то, что люди должны совершать этот намаз, даже если время этого намаза, или точнее время этого затмения, пришлось на что? Пришлось на запретное время для совершения намаза. Как мы знаем, в сутки есть времена, в которых запрещено совершать намаз. Представь, если получилось так, что затмение как раз попалось на это время, тогда что необходимо делать? Все равно необходимо совершать намаз затмения. Почему? Потому что это из намазов, в которых есть причина, так или нет. Соответственно, она является узаконенной, даже если время в своей основе является не тем временем, в котором совершается намаз, или тем временем, в котором запрещено совершать намаз. Говорит нам, и это мнение правильное в этом вопросе. Это потому, что этот намаз, из тех намазов, у которых есть причины, и этот намаз необходимо совершать при происхождении этой причины в любом случае. Без разницы, в какое время эта причина произошла. И говорит, мы уже разъясняли некоторые из разногласий относительно этих вопросов. Не только относительно намаза затмения, так или нет, но другие намазы, как, например, намаз приветствия в мечети и тому подобное, совершается ли он в запретное время. Мы сказали, если намаз у него есть причина, то он совершается даже в запретное время. Так или нет? Это разобрали, иншалла. Теперь можете у себя как полезный момент к этому подписать вопрос. А если произошло так, что время намаза затмения пришлось на время какого-то обязательного намаза. Например, идет время намаза зугар. Далее азам на намаз зугар. Люди пришли в мечеть для того, чтобы совершить намаз зугар. Забегает один из братьев и говорит, братья, братья, произошло затмение. Что происходит? Что необходимо сначала прочитать? Намаз затмения или намаз зухар? Допустим, так как в нашем примере. Ответ в этом вопросе то, что в этом случае необходимо совершить в начале намаз затмения. Почему? Потому что его причина уходит быстрее, и его время уходит быстрее, нежели время намаза зухар. Например, совершается намаз затмения солнца, и только после этого совершается обязательный намаз, например, зухар или еще какой-либо из намаза. Это понятно или нет? И здесь еще один момент, то, что это правило, которое мы взяли, не касается того момента, если от намаза зухар, например, как в нашем примере, осталось очень мало времени. То есть, если намаз зугар, осталось его совершить полчаса, 20 минут и так далее, есть опасность, что затмение будет длиться, допустим, час или полтора, так или нет, или час, или полчаса. Так что, если мы встанем совершать намаз затмения, выйдет намаз зугара. Тогда в этом случае совершается зугар, и только потом совершается намаз затмения. Это иншалла ясно. И третья ситуация, которая может здесь возникнуть, если в мечеть занесли джаназа, и люди собрались для того, чтобы совершить намаз затмения. Что совершается сначала? Джаназа или затмение? Правильное мнение в этом вопросе, что сначала совершается намаз джаназа и только потом совершается намаз затмения. Это то, что нужно было подписать просто из полезных моментов, дополнительных второстепенных к тому, что сказал шейх Абдуллар Бассам. Далее говорит. Четвертый полезный момент из этого хадиса. Хадис чей разбираем? В этом хадисе указано на то, что мудрость от происхождения этих затмений это запугивание людей. А также предостережение их от наказания Всевышнего Аллаха. А также пробуждение сердец, которые успокоились в беспечности. Пробуждение этих сердец и показывание людям примеры того, что произойдет в судный день. То есть судный день произойдет так же, так или нет. То есть судный день начинается с чего? Затмение солнца и луны. То есть имеется ввиду, что эти два небесных тела объединятся вместе. Как пришло говорить в Айдадюме, а шамс воль хамар. И когда соберется вместе шамс и хамар, то есть солнце и луна. Говорит, вали аля ман ну юхазу биззамб ман ла замбаля. А также в этом указание на то, что может быть наказан вместе с грешниками тот, у кого нет греха. То есть может попасть под наказание Всевышнего Аллаха тот, кто не является текем обладателем больших грехов и так далее, но возможно является праведным, который живет среди грешников. Ли яхзар аль музнип мин замбии. Это для того, чтобы грешный человек остерегался своего греха. Вой ухаззир аль муты аль асы. А тот, который подчиняется и является праведным, чтобы он предостерегал грешника и допускал того, чтобы в обществе распространялись грехи. Зная то, что, как говорят некоторые, когда предостерегаешь кого-либо, они говорят, а тебе какое дело? Ты ему должен ответить, мне такое дело, что если придет наказание на тебя, я тоже погибну вместе с тобой из-за тебя. Вот мое дело, которое заставляет меня, что делать? Порицать тебя. Вот это понятно или нет? Нам говорит далее. Говорит и все эти смыслы, то есть духовные смыслы, которые имеются в этих знамениях. То есть это все не противоречит тому, что затмение Солнца и Луны сопровождается причинами, также материальными. И теми причинами, которые установлены Всевышним Аллахом в бытие. И этот вопрос мы уже разъясняли ранее.